Практически все автовокзалы страны уже полгода в тяжелом финансовом положении из-за пандемии. На грани закрытия сегодня и автовокзал Караганды. Шесть месяцев он простаивал, а персонал был в отпуске без содержания. Работать им разрешили только три месяца назад. При этом нелегальные перевозчики все это время работали без перерыва. Выехать с ними до сих пор можно даже за пределы страны. Какие убытки сегодня терпит перевозчик, выяснял наш корреспондент из региона Вера Шеллер. Внимание пассажиров, желающие выехать рейсом в Караганда, дом отдыха в Шахтер через Каркараринск на 11.00. Билеты приобретайте в кассах автовокзала. В салоне комфортабельного автобуса имеются свободные места. Свободные места сегодня есть по всем функционирующим маршрутам, а их на Карагандинском автовокзале осталось всего 11 из 50. Это внутриобластные направления, причем в основном близлежащие населенные пункты. На работу диспетчер Айнагуль Битова смогла выйти только в сентябре. До этого вокзал был закрыт. Люди почти полгода были в отпуске без содержания. Кредиты у всех, коммунальные платежи никто нам не отменял. Пассажиропоток в связи с карантином у нас уменьшился. Автовокзал полностью был закрыт. Руководство автовокзала уверяет, они на грани закрытия. С марта отменены все межобластные и международные рейсы. Частной компании пришлось сократить штат сотрудников на 70%. Минус ушли настолько, что денег нет ни на выплату заработных плат, ни на содержание здания. Из трех касс сегодня работает только одна. Почему межобластные маршруты не закрывали движение на ЖД-вокзале, на авиаперевозках? И также не ведется контроль на нелегальных перевозках. Не соблюдается. То есть все могут обслуживать, все могут заниматься пассажирскими перевозками, кроме автовокзал. Запрет стоит только на автовокзалы. В здании соблюдаются все санитарные меры. Закуплены тепловизоры и санитайзеры. За соцдистанцией следят охранники вокзала, число которых ради этого пришлось увеличить вдвое. Несколько дней назад автовокзалу разрешили возобновить рейс до столицы. Но оказалось, что принять пассажиров из Караганды автовокзал Нур-Султана уже не может. И все автовокзалы по всему Казахстану, автовокзал Астаны, Нур-Султана, сейчас на грани банкротства. То есть автовокзал не функционирует, они не могут нас принимать и обслуживать, то есть отправлять в обратную сторону наши автобусы. Все находятся сейчас в плачевном состоянии. Мы в том числе на грани банкротства. А это уже нелегальные перевозчики, которые ежедневно дежурят возле автовокзала. Свою работу они не останавливали даже в период строгого карантина. За дополнительную плату могут отвезти не только в соседние области, но и в соседние республики. К примеру, до Алматы минивэн, рассчитанный на 8 пассажиров, довезет за 120 тысяч тенге. Почему нелегальные перевозчики без соблюдения каких-либо санитарных мер могут продолжать работать в полном объеме, в то время как автовокзалы практически на грани закрытия? Ответить на этот вопрос в Управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг отказались. В то время руководство Карагандинского автовокзала уверяет, до полного банкротства им осталось не больше месяца. Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, телеканал «Атамикенбизнес».